22 февраля, примерно в 4 часа дня, генпрокурор Виктор Пшонко и министр налогов и сборов Александр Клименко пытаются покинуть Украину через ВИП-терминал Донецкого аэропорта. Посмотрите, вот они уже передали документы пограничникам, но в этот момент Пшонке кто-то звонит по телефону, видимо предупреждая, что его собираются задерживать. Эти кадры с камер наблюдения никогда еще не показывали. Посмотрите, Пшонко и Клименко вместе с охранниками, сметая все на своем пути, прорываются из терминала. Пограничники пытаются их задержать. Вот видно, что один из пограничников даже стреляет не прицельно, а предупредительный выстрел, выстрел в воздух. Ну а Клименко начинает потасовку с пограничниками. Более проворная Пшонка в это время, вы видите, сбегает из терминала. Едва не потеряв одежду в потасовке, при помощи телохранителей сбегает и Клименко. Видно, как охрана чиновника выламывает офицерам руки. Пограничникам удалось задержать одного из охранников. Но еще час спустя, вот на этом самолете, который вы видите сейчас на экранах, страну попытался покинуть и Виктор Янукович. Его тоже можно рассмотреть на одном из снимков, которые мы впервые демонстрируем публично. И вот что рассказал нам участник этих событий, начальник Донецкого погранотряда. На оформлении находилось два самолета. Были запланированы вылеты в Москву. Пограничный ряд подошел к самолету. На борту находились вооруженные люди. После того, как мы получили информацию, что вооруженные люди, мы готовились к худшему варианту. К худшему варианту. Поэтому перекрывали с целью не допустить вылета незаконного этого самолета. Пограничному наряду предлагалось, чтобы самолет отпустили без оформления сумма денег. Пограничник доложил. Действовал согласно уставу. Когда прибыл резерв, заблокирован самолет, подошел представитель госохраны. И на борту находился президент. Сказали, что они никуда не летят, а едут в город Донецк. Вышли с самолета, сели в машину и уехали. Было, конечно, неожиданно увидеть президента на борту самолета. Кто и кто не знает, что они не знают, что они не знают.